Всем привет, это обзор обновления от 19 августа 2017 года в игре Subsistence. Сегодня у нас 4 основных изменения и 10 мелких. Первое. У нас появился новый хищник. Кугар. Его синонимы горный лев или пума. Не знаю как лучше называть. Горный лев слишком длинное название, а кугар слишком незнакомое. Поэтому буду его называть пума. Хоть пума и звучит как кроссовки или спортивный костюм, но все же короче и понятней. Пума обитает в высотной местности, как правило ближе к снежным горам. Это более редкий хищник, чем остальные, гораздо более опасные. Пума имеет повышенное чувство присутствия чужого, а также гораздо быстрее остальных хищников. Неподготовленному игроку лучше избегать встречи с этим хищником. Ради сохранения баланса пума появится в игре не сразу, а также как и охотники после установления блока управления. Это не касается хардкорного режима, в котором пума появляется с первого дня. Как и остальные хищники, пума будет привлекать охотников. Конечно же в наших интересах использовать подобные стычки при любой возможности. Разработчик предупреждает, что поведение новой модели хищника пока что на экспериментальном уровне. В дальнейшем он планирует разнообразить и усовершенствовать шаблоны и модели поведения пумы. Второе. Новые предметы и изменения крафта. Освежевание пумы даст нам новый предмет. Сухожилие. Количество сухожилий зависит от уровня хищника. Сухожилие используется во многих рецептах крафта. Например для крафта каната, который теперь будет присутствовать во многих рецептах продвинутого оружия, брони и апгрейдах. Предполагается, что все это будет доступно игроку позднее по мере прохождения. Ингредиенты для подобного крафта добыть труднее, но все это не является критически важным для начальной стадии выживания. Короче, начинающим игрокам нет нужды охотиться на пуму. Третий. Теперь на верстаке можно изготавливать металлические слитки. Для крафта слитков необходима обработанная руда, железо и меди. В описании обновления сказано, что слитки введены, чтобы упростить рецепты более высокого уровня. Под упрощением имеется ввиду использование меньшего количества ячеек под ресурсы для крафта. Если еще проще, то вместо того, чтобы тратить две ячейки для железа и меди, мы тратим одну для металлического слитка. То же самое с канатом. Конечно, с этой точки зрения рецепт выглядит проще, но если сравнивать с предыдущей версией, то теперь апгрейды оружия стали гораздо недоступней. Но вообще это правильно, так как слишком уж быстро можно было их всех проапгрейдить. Далее разработчик признает, что во всех рецептах существует дисбаланс в требованиях к ресурсам. Это особенно актуально с появлением новых ресурсов и рецептов. Он просит оставлять отзывы, чтобы изменить несбалансированные рецепты. Четвертое изменение касается лесозаготовительной деятельности. В частности, реализован автоподбор бревен. Бревна теперь будут автоматически попадать в инвентарь игрока во время рубки деревьев. Разработчик признает, что некоторые игроки могут не согласиться с таким изменением. Однако он чувствует, что поиск упавших бревен в высокой траве или кустах это довольно неприятное занятие. Чтобы сбалансировать это изменение, крафт доски теперь требует трех бревен для изготовления вместо двух. Разработчик считает, что это не должно сильно повлиять на процесс лесозаготовки, так как не надо будет тратить время на поиски и подбор упавших бревен. А теперь мелкие изменения. Уменьшен разброс картечи у дробовика. Это изменение малозаметное, однако на средней дистанции боя дробовик теперь более эффективен. Исправлен баг, когда использование фляги на грядках или зверинце не изменяло показатель воды. Исправлен баг, при котором умирание на мелководье приводило к тому, что ящик с инвентарем игрока не выпадал. Либо же выпадал, но оказывался где-то внизу за пределами карты. Добавлен звук и эффект частиц для ручных куриц. Это можно заметить, когда мы хватаем курицу. Она кудахчет и из нее летят перья. Улучшена анимация общей вид мертвого тела игрока. Раньше после смерти мы могли наблюдать нелепые куркания и растопыренные пальцы на руках. Теперь это исправлено. Повышено разрешение текстур животных, игроков и охотников на близкой и средней дистанции. Вряд ли конечно это слишком будет заметно, но тем не менее. Сглажено движение животных по угловому ландшафту. Теперь они не дергаются, как будто на них напал приступ эффекта глич. Исправлена ошибка, которая позволяла прерывать или восстанавливать атаки животных во время боя. Это может повлиять на баланс, так что разработчик просит сообщать о результатах этого изменения. Здесь я не совсем понял, что имеется ввиду. Подозреваю, что теперь мы не сможем убежать от хищника, если бой с ним уже начался. Добавлена фильтрация нижних частот звуков хищника, которые он издает на расстоянии во время бездействия. Добавлена новая позиция камеры во время смерти. Также удалены некоторые элементы интерфейса во время сцены смерти, что позволит игроку лучше оценить, что же произошло. Но, когда я почти закончил этот обзор, разработчик выпустил еще 5 обновлений, что называется вдогонку. Автоподбор бревен можно по желанию отключать в меню. По умолчанию эта опция включена. Находится эта настройка в меню опции на закладке геймплей. Здесь мы можем отключить автоподбор, однако при этом требования для крафта древесины остаются прежние. То есть три бревна, а не два, как раньше. Добавлен шанс нахождения сухожилий в специальных ящиках. Мертвые куры больше не кричат, когда мы их поднимаем. Обновлены звуки окружающей среды. Теперь наше погружение в игру Subsystems воспринимается еще реалистичнее. Небольшое обновление анимаций умы. Как всегда, разработчик благодарит всех, кто поддерживает проект. А также напоминает, насколько важными для него являются фидбэки игроков. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!